Привет, ребят! Очень рада вас видеть на моём канале. Сразу хочу извиниться за то, что пропала так надолго и не снимала видео. У меня ребёнок болел, мы там с температурой в больнице лежали. Сейчас, слава Богу, всё хорошо. Те, кто в Инстаграме на меня подписан, знают, я держала всех в курсе, что у нас и как. Хочу сразу передать большое спасибо за то, что вы за нас переживали, за то, что у меня спрашивали, как мы и что. Мне это очень-очень приятно, и вашими молитвами у нас всё в порядке, всё отлично. Ещё раз большое спасибо за то, что переживали и спрашивали. Сегодняшнее видео будет посвящено переезду в Грузию. Точнее, не самому переезду, а какие документы нужны, чтобы сделать здесь вид на жительство, чтобы получить гражданство, какое преимущество даёт то, что у вас есть гражданство, какая здесь есть работа для приезжих людей и так далее. Начнём с того, как получить вид на жительство, как его получила я. У меня муж грузин, и поэтому мне, чтобы получить вид на жительство, мне нужно было лишь моё свидетельство о браке, регистрация в квартире и банковский счёт, на котором лежало 2000 лари. Это где-то на тот момент было около 1000 долларов. Сразу хочу сказать, что выписка с банковского счёта нужна была как бы временной, то есть они не обязательно должны были лежать эти деньги на счету. Вы могли просто, например, одолжить эти деньги у кого-то, положить их на счёт, взять выписку со счёта, что они у вас есть, и сразу же снять. То есть тут не проверяют это, просто нужна справка, что они когда-то были, то есть в тот момент, когда убрали справку. Регистрация в квартире нужна, это как прописка, просто здесь таких, как прописок, нету, здесь регистрация есть. То есть на одной квартире, если там маленькая площадь, 10 человек зарегистрировать невозможно. Тут это всё идёт с учётом квадратных метров на людей. То есть нельзя так, что в одной квартире пропишется 40 человек, так нельзя. И у меня это было свидетельство о браке. Но сейчас вид на жительство на самом деле получить достаточно просто. Его дают очень многим, потому что сейчас Грузия развивает отношения дружественные со всеми, и получить вид на жительство проблем не составляет. Но если у вас нету вида на жительство, а у вас очень маленькая эта страна, вы очень хотите жить в Грузии, то здесь это вообще не проблема. Так называемым нелегалом здесь абсолютно нормально живётся. Просто по закону каждые полгода вы должны выйти за границу Грузии и потом назад зайти. Как делают многие мои знакомые, просто вечером, допустим, вечером, вторник, там, в 11.45 ночи, они переходят за границу, и в 00.15, получается, следующего дня они входят в Грузию. И всё, они могут опять находиться полгода в Грузии без проблем. Вот. По поводу гражданства. Я тогда родила ребёнка, и как раз вот через где-то 2 года после получения вида на жительство я подала на гражданство. Мне для этого вообще ничего не надо было. Я написала заявление на срочное рассмотрение. Это стоило около 500 лари. Если в доллары, это, ну, 200-300 долларов. И за месяц мне его рассмотрели и одобрили моё гражданство. Но гражданство в Грузии получить не так просто. То есть, я думаю, мне его дали лишь потому, что у меня муж и сын грузин. Но, например, наш сосед, который тоже грузин, просто жил всю жизнь в Украине, он уже который год тщетно пытается получить грузинское гражданство, хоть он сам грузин. И ему его не дают. Хоть у него тут куча недвижимости, куча каких-то квартир, фирма даже оформлена, но гражданство он почему-то получить не может. То есть, ну, абсурдно, но так. В плане гражданства, какие преимущества даёт гражданство в Грузии? Ну, если быть честными, то никаких. То есть, медицина тут платная как для приезжих людей, так и для граждан Грузии. В плане работы здесь тоже особо не заморачивается. Насколько я знаю, тут люди некоторые работают даже без вида на жительство. Поэтому сказать, что грузинское гражданство мне что-то дало, я так не скажу. То есть, всё то, что я делаю без него, и что я могу делать с ним, разницы нет никакой. Единственное, это, конечно, возможность голосовать, но это не та причина, чтобы расшибать себе лоб в получении этого гражданства. Я так скажу. В плане работы. Работа... Я буду сейчас говорить про Батуми, не знаю, как про всю Грузию. Но в Батуми сработает ситуация печальная. Здесь хорошо зарабатывают только люди, приехавшие сюда, например, из стран бывшего СНГ, и работающие в казино. То есть, официанты, дилеры, бармены. Сфера обслуживания казино. Здесь казино турецкие в основном. И вот это единственная сфера в Батуми, где люди более или менее нормально срабатывают. И второй вариант, это работа на дому. Когда люди здесь работают мастерами по маникюру, по педикюру, как я занимаются волосами, или чем-то таким. То есть, парикмахерской эске какие-то навыки имеют. И работают на дому. Работа в салонах и вот такое вот все. Это тут мало оплачивается. Притом, тут такой уговор, если ты идешь работать в салон, ты салону должен выплачивать 50% своей прибыли. То есть, если ты мастер по маникюру, по волосам, или что-то еще, идя работать в салон, ты выплачешь 50% своей прибыли. То есть, 50 на 50. Поэтому ты сразу цены задираешь на 50%. Но единственный плюс, в Грузии, в Батуми все ходят в салоны. Тут очень мало такой... Короче, недавно только пришло такое, что люди начинают на дом ходить к мастерам. Да это тут все ходят в салоны, в салоны. И работая в салоне, даже без денег, считай, вы можете наработать свою клиентскую базу, которую потом прекрасно перенесете к себе домой и будете больше зарабатывать. Что еще про работу рассказать? Какая тут зарплата? Ну вот, например, моя свою кровь работает врачом, и у нее здесь зарплата, если переводить в доллар, около 160 долларов в месяц. Тут зарплаты очень маленькие, коммунальные счета очень высокие. И как-то, если ты здесь не крутишься, если ты здесь ничего не делаешь, то здесь жить очень тяжело. Не только для приезжих, но и для самих граждан Грузии. И я хочу сказать, что на данный момент приезжие, наверное, себя здесь чувствуют комфортно. Потому что, когда ты приезжаешь в страну, ты приезжаешь не с пустыми руками, здесь очень дешевая недвижимость. Все, кто приезжает, чаще всего продав одну квартиру в России, Украине, Беларуси, ты здесь можешь купить две квартиры, а если на этапе застройки, ты здесь можешь купить три квартиры. И постепенно, когда ты эти квартиры отремонтируешь, ты их можешь сдавать на долгий срок, на долгосрочную аренду, летом на сутки. И вот так вот живут тут большинство людей, которые приехали. Местные жители себе не могут позволить купить три квартиры и их сдавать. Поэтому, если вы собираетесь сюда приехать в Грузию и как-то найти работу по найму там в магазине, на кассе или где-то еще, то вам будет очень тяжело, потому что снять здесь квартиру на месяц, если вы хотите на года, то есть вне сезона вы можете найти за 200 долларов. Чаще всего на лето цены поднимаются. И если вы хотите снять квартиру на долгий срок, там на три года, допустим, будьте готовы, что арендную плату у вас попросят от 200 долларов до 300 вне летний месяц. И в летний месяц это, скорее всего, будет от 300 долларов в месяц. Вот, то есть считайте, 200 долларов вы будете платить за квартиру. Питание здесь дорогое, потому что это туристический город. За газ, к примеру, нам пришло сейчас вот в этом месяце, только за газ, без света, без воды, без электричества, вот этого всего, только за газ нам пришло 170 варе. Это, ну, где-то 60 долларов. Даже 70. Ну, и вот считайте, когда тебе за квартиру надо заплатить 200 долларов, за газ заплатить 70, это уже 270, плюс электро, то, сё, это уже около 300 долларов нагорает. Ребёнка отвезти в сад тоже стоит около 100 варей, это 40 долларов. Вот, считай, вот 340 долларов ты здесь платишь на нужды, не считая еды, просто вот коммунальные платежи, сад, ребёнку и аренда квартиры. Ну, то есть 360 долларов ты заплатил, а работаешь ты врачом по найму, и ты получил зарплату в 360 варе. То есть, грубо говоря, ты получил зарплату в 150 долларов, а заплатить тебе надо 360 в месяц. Поэтому в этом плане тут тяжело. Если у вас нет недвижимости, если у вас нет своего бизнеса, и вы приезжаете и рассчитываете найти работу по найму, то это сделать очень тяжело. Даже такие профессии, как врачи-учителя, они оплачиваются низко. Средняя зарплата по Грузии, я думаю, около 500 лари. Это 200, ну, 200 долларов, чтобы вы понимали. Ну, где-то вот так вот. В общем, если вы собираетесь переезжать жить в Батуми, в Грузию, либо запасаетесь недвижимостью, либо овладеваете какой-нибудь работой, которую вы можете выполнять из дома, через интернет, либо в сфере красоты, там, ногти, то-сё. И тогда приезжайте, вы здесь будете нормально себя чувствовать. Но я хочу сказать, что сейчас очень много мастеров, которые работают на дому, и по ногтям, и по волосам, и по эпиляции, по депиляции, и по всему. Поэтому сейчас здесь в этом плане очень большая конкуренция. Но если вы действительно хороший мастер, вы наработаете свою базу, то, да, вы здесь будете себя чувствовать нормально. Но, опять же, это если вы приезжаете с мужем, или, там, муж с женой, то есть вы приезжаете не одна, вместе как-то снимаете квартиру, как-то вдвоём работаете, крутитесь, тогда да. То есть если вы одна девушка, или один парень, то здесь тяжеловато, если вы хотите и квартиру снимать, и, ну, опять же, всё зависит от вашего рода деятельности. Если у вас работа через интернет, то это вообще райский уголок Батуми, здесь вам будет очень классно, очень суперский. Ну вот, в принципе, всё. На основные вопросы я ответила, которые мне писали, это вот про работу, про веднодительство, про гражданство. Если что-то ещё будет интересное, то тогда пишите, спрашивайте, подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте лайки, чтобы моё видео поднималось наверх и больше его посмотрели. И я действительно рада всем вашим вопросам, которые вы мне пишете. Сразу хочу сказать, что всё, что я рассказала, это исключительно моё мнение со стороны человека, который здесь живёт 3-4 года. Я для этого смотрю ещё не замыленным взглядом, считая как со стороны, поэтому вот с моей стороны я вижу так. Я не хотела никого обидеть, если кому-то что-то оскорбило, то не принимайте на свой счёт. Это просто моё мнение. Всех люблю, целую, пока-пока. Пока!